Просто ты её сыграешь лучше, чем все остальные, я же знаю. Давай, давай, как сделает несчастная корова? Сделай, как сделает несчастная корова. Значит, скажи, ты будешь играть зайца. Такого зайца, он печаль. Он печаль. У него всё плохо в жизни. Зайца, присели. Значит, так как незавно Валера вернулся с армии, он говорит, охотник. Стас у нас будет такой вредный-вредный воробей. Такой вредный. Как делать вредный воробей? Давай, чик-чирика я делаю. Вы только приедете. Он приедет. А ты, Костя, будешь добрый, счастливый воробей, который всё время танцует. В общем, с армии проходят сюда. Зайд идет сюда. У нас охотник стоит за мной, воробьи перемещаются сюда. Значит, рассказываю историю. Как только вы слышите что-то про вас, вы тут же начинаете показывать, что вы, вот они вы. И начинаете запретить грустного зайца, стыдящую кормовую, счастливого воробья, грустного воробья. В общем, начинайте. Как-то раз в рисунок окушке охотник заметил грустного зайца. Пристрелился охотник изо всех сил, да нажал на курок и выстрелил. Заяц упал. Упал, Заяц. Хорошо упал. Оскар, Оскар. Браво. Лежи. Лежи, лежи. У нас не кончилось. Упор лёжок, у меня упор. Было время на дереве. Нас трикотал грустный воробей. Грустно, грустно. Молодец. Веселый воробей. Петро продолжал танцевать на своем спире. Где-то рядом замычала корова. Да за всех сил кофе плеча. Охотник побежал сзади. Вшел? Добил контрольный голову. И посмотрел, что же с ним случилось. И тут, откуда не возьмись, прибежала корова. Да как завалило охотника. Молодец. Молодец. Корова так сильно ударила по дереву, что упали воробьи с дерева. И лишь одна корова счастливая проскакала по лугу. Я думаю, что эти ребята достойны быть не просто профпригодными, а самыми профпригодными. Я думаю, что вы не останавливаетесь. Пока вы сейчас в театре потеряли очень много актеров, задумайтесь, смените все профессии. Спасибо вам большое. Проходите в зал. В общем, дальше я буду продолжать мучить ребят. Сейчас я буду мучить сравнительно новеньких ребят. Испытания у меня за них будут очень интересные. Арман и Паша. Прошу подойти ко мне. Поворачивайтесь в зал. В общем, есть такая замечательная фраза, которая задает хорошего сенсера или нет. Нужно сейчас гордой убитине сказать, я самая лучшая сенсера группы САМСИ 55. Нет, я зашла, чтобы назвать Каускина. Я самая лучшая сенсера группы САМСИ 55. Я самая лучшая группа сенсера САМСИ 55. САМСИ 55. Да так может каждый. А вот так уже не каждый. Засовываем. Распечатывайте, распечатывайте. Распечатывайте, ничего из хорошего. Распечатывайте. Ааааа. Можно не распечатывать, потом девочкам отдадите. Сместите девочек. Повторяю, я самый лучший танцера группы «Сальса» 55. Я самый лучший танцера группы «Сальса» 55. Я самый лучший танцера группы «Сальса» 55. Продолжаем. Две! Упокойся, не надо. Потом большие, большие куда ехали. Праздер помнишь? Начинай! Я самый лучший танцера «Сальса» 55. Я самый лучший танцера, поэтому медленный «Сальса». У нас получается хорошо. Давайте сменим праздный пример. Пусть будет толстогубый губощок. Напоминаю, да? Толстогубый губощок. Давай, поехали! Ты не влезай! Ты не влезай! Толстогубый губощок! Это достойно аплодиметит! Давайте по последнему. А чтобы лично мне каждый из вас доказал свою профригодность, мы сейчас придумаем какую-нибудь фразу такую длинную и сложную. – Какая вокруг? Стреленький бронетранспортер? Три раза. Давайте скорреколорку. Да так и не выловировали. Корабли лавировали? Да не выловировали. В общем, другу, тет, кучу! Давай, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Паша, за нарушение всех правил. Бурный, бурный аплодисмент. Я считаю, что ребята в Востоке, и эти ребята тоже прошли профпригодность группы Сарса 55. А мы продолжаем танцевать. Продолжение следует...